И я хочу сегодня, чтобы мы взяли некоторые элементы, очень простые. Я понимаю, что у меня сегодня особенное испытание. Здесь идет отвлекающий постоянный фактор, картинка постоянно меняется. Поэтому соберитесь, да, 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 соберитесь, и это не будет сложно. Просто найдите вот какую-то точку у меня на майке. Тут прищепку надо прицепить, чтобы вы просто смотрели на нее, да? Хорошо. Смотрите, я читаю такое место из Священного Писания, Иоанна 15, 7. Это будет на аудио. Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то, чего пожелаете, просите, и будет вам, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, что-то должно произойти. Но Иисус говорит, как я могу понять, как детально это происходит? Существует личность Иисуса, и существует Священное Писание. Я не могу верить в Священное Писание, если я не доверяю личности. Лично Иисус и Священное Писание, они едины и не разгрызны. Иисус, личность, Иисус является Словом Божиим, да? И в Откровениях, какое там написано, в Откровениях, Он, Иисус, облечен в одежду обогренную кровью, имя Ему, Слова Бога, Слово Божие. Откровение 19, 13. Иисус и Виана, Виана 1, 1, 4. В начале были слова, слова были у Бога, и слова есть Бог. И слова стали человеком. Иисус одновременно является Словами Богом и является Личностью. Слова Бога, они записаны в Священном Писании. Иисус и Слова Бога, они неразделимы, они соединены в одно целое. Иисус и Слова Бога, Слово Божие, Священное Писание соединены. Но для того, чтобы я мог доверять Иисусу, я должен как-то поверить в Его слова. У меня должен быть результат. Я вам расскажу сейчас фундамент, вот эти фундаментальные вещи, после чего я вам скажу конкретное упражнение. Вы тысячу процентов, вот с этого момента, вы начинаете просто как в тире выбивать мишени и получать призы. Тысячу процентов. Потому что Иисус мне четко сказал, объясни о доверии, и это должно стать практически применением. Мы должны практически применять то, о чем мы говорим. К тебе подошел человек, ты знаешь ему, что ответить. Какая-то ситуация происходит, у тебя, ты даже не думаешь, из тебя выходят от избытка сердца, а твои говорят уста. Представь себе такую картину. Вот стоит перед тобой человек. Почему ты должен его верить, ему слова? Иисус хочет, чтобы мы доверяли ему. Во-первых, я доверяю человеку. А потом я могу поверить в его слова. Просто так ничего не происходит. Но в Священном Писании очень четко описывается, когда Иисус говорит Петру, Иисус, тебе открылось, что я Господь, что я Иисус, потому что Отец Небесный тебе открыл. И мы сегодня включаем такой важной божественной личности, как Дух Святой. Дух Святой, Он открывает тебе, кто такой Иисус, и дает тебе откровение так глубоко, как никакая личность никогда не может тебе открыть. Будь здорова. Какой бы человек не противостал тебе, Дух Святой готов тебе отдать такие откровения об Иисусе, которые вообще даже мы не... И то же самое открывается в Священное Писании. И мы приходим к такому моменту. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех других человеков. О чем идет речь? Я могу сегодня доверять Иисусу, но идет речь о том, что этот навык доверия и верности к Иисусу, и знания личности Иисуса, он передается тебе в вечность. В вечности будет тысячелетнее царство. Дьявол будет отпущен через тысячелетное короткое время, чтобы что-то сделать. И так далее. Сейчас не идет речь об этом. Дьявол, он лжец, он разводит людей везде, он забрасывает в голову всякие мысли, комбинации мыслей и так далее, и так далее. Но Иисус говорит, я хочу дать тебе мои слова. Слова жизни, слова мудрости, слова откровения. И приходит такой момент. Стоп, я забежал вперед. Давайте мы про веру и уверенность. Очень коротко. Что такое доверие? Это отношение к личности Иисуса и его словам. Я доверяю Иисусу. Кто дал мне эту доверие? Дух Святой. Кто-то может тебе сказать, но через этого человека сработал Дух Святой. Откуда приходит вера? Вера определяет уверенность в словах Бога на основании доверия к личности Иисуса. Если я доверяю личности, если я не доверяю личности, я не могу слышать его слова. И Дух Святой только тем и занимается, чтобы тебе открылся Иисус. И когда Иисус открывается тебе, Он начинает тебе говорить слова. Слова, которые являются ответом на все вопросы. Если я доверяю, то я могу слышать, то я могу слушать и размышлять, и впускать в свое сердце эти слова. Есть еще один такой момент. Если человек не жаждет, если человек не стремится, если человек не ревнует, если человек не хочет, и он не сможет быть, и слова Бога приходят на голодных, на жаждущих, на тех, кто хочет. Откровение приходит на тех, кто очень хочет. Если у тебя, Даша правильно сказала, если у тебя все ровно, до следующей кунавы, то тебе Иисус не нужен. Но мудрый человек понимает, что жизнь, она не всегда-то ровная. Ровная жизнь – это иллюзия. Все равно обязательно где-то будет канава, где-то будет взлет, для того, чтобы опрокинуть тебя еще, понимаете, с большей высоты. Говорит, залезь на дерево, покушаешь. Я поднялся на высоту, чтобы заработать чирешин. И потом человек ходит с гипсом. И он три месяца не может ничего делать. То есть он хотел подняться на высоту, но высота оказалась ложной. То же самое дьявол. Он предлагает разные варианты. Сейчас ты познакомишься с таким парнем, у тебя все будет нормально, а потом ты полгода будешь приходить в себя. Высота. Я все уже рванул. Или девушка там у кого-то нашлась. Ну, короче. Поэтому все, что без Иисуса, это очень-очень-очень-очень опасно. Сейчас мы сделаем некоторые доказательные моменты. Если вы помните, я говорил о таком элементе, как страх Божий. И две вещи хочу вам сказать. Без меня не можете делать ничего. И если я остановлюсь только на этой мысли, без меня не можете делать ничего. Без меня ничего не можете делать. Значит, ничего не надо делать. А есть второе место. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это значит, если ты будешь делать что-то без Бога, ты пролетишь. Но если ты сделаешь, или будет малоэффективно, или не очень получится, или потом эти деньги куда-то отвалятся. Ну, куда не хотел. Там экономил, собирал, хоп-хоп-хоп, потом джук и ушло. Куда ушло? Иисус говорит, я не хочу, чтобы никуда не ушло. Я хочу, чтобы все было, то, что я тебе дал, оно приносило плод и приносило славу Богу. Так, секундочку. Идем дальше. Значит, про ревность, доверие и так далее. Другими словами, мы приходим к такому моменту, что верующему все возможно. А теперь мы подходим к такому моменту, о том упражнении, о котором я вам говорю. Представьте себе картину. Жизненная ситуация. Вот конкретная жизненная ситуация. Ты и ситуация. Эта ситуация начинает тебе что-то говорить. Ты начнешь размышлять над этой ситуацией. И через некоторое время... Но Иисус есть. Но просто Он не находится в данный момент в той формуле, чтобы дать тебе ответ. Иисус здесь. Ситуация здесь. Ты здесь. Пока ты пойдешь... Но твое внимание... Твое внимание на обстоятельства. А Иисус где-то здесь. И очень часто так и происходит. Дьявол отводит наше внимание на какое-то обстоятельство. А на Иисуса мы просто отвлекаемся и забываем про Него. Потому что это нас эмоционально задело. Нам что-то сказали. Нам бросили пару фраз. Нас развели. И мы в эмоциях уже там. Что сегодня предлагает Иисус? Иисус говорит так. Я это практикую. Уже стараюсь две недели стараюсь эти вещи практиковать. Иисус четко мне сказал. Очень важная тема, о которой мы говорили страх Божий. Когда есть страх Божий, тогда есть твоя... У тебя есть уверенность и доверие к Иисусу. В страхе Божьем появляется это сверхъестественное переживание Иисуса. Страх Божий дает это мощное откровение, которое невозможно даже, чтобы оно проникло в тебя через... Оно просто страх Божий заполняет тебя. Ты знаешь, что Иисус это Иисус, что Он Господь, что это все работает. Представьте себе такую картину. Конкретную картину. Я. Почему-то в этой формуле ты номер один. Потом Иисус номер два. Он не обижается. А потом идет обстоятельство, которое хочет произойти с тобой или пытается тебе что-то навязать, или ты с ним связан. Поэтому происходит такой момент. Обстоятельства либо на тебя нападают, либо они тебя завлекают. Как в ловушку. Либо оно тебе надо, и тебе надо его выиграть. Разные обстоятельства. Либо тебя, да, как рыбу на приманку ведут, и тебя завлекают, и ты идешь. Либо ты сам захватываешь, выигрываешь. Но во всех случаях существует такой момент. Ты, ну, я, Иисус и обстоятельства. Я, Иисус и обстоятельства. Другой формулы быть не может. Теперь мы сейчас посмотрим, как это практически применить. Ты, Иисус и обстоятельства. То есть есть такой еще вещь, такой момент, как бы, я еще раз хочу сказать о привязанности. Существует такое понятие, как зависимость. Люди не бывают независимы. Такого не бывает. Ты все равно от кого-то будешь зависим. Если ты зависим от Иисуса, это хорошая, позитивная, благословенная зависимость. Если ты вдруг каким-то образом зависим от чего-то другого, оно тебя заманит. Но когда ты зависим от Иисуса, у тебя появляется совсем другой внутренний взгляд на жизнь и на мир. Ты зависим от Него, и тебе предлагают фальшивый вариант. Но ты зависим от Него. Что происходит, когда ты зависим от Бога? Ты входишь в Него, Он входит в тебя. И когда перед тобой появляется событие, Иисус уже автоматически находится в тебе. Какое-то событие происходит. И тут происходит такой момент, что мы говорили, тебе нужно что-то говорить, и тебе нужно что-то делать. Когда приходят обстоятельства, я скажу так, я много размышлял над этими вещами, это есть самая настоящая вера. Если я хочу чего-то достичь, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность им видимого. Но между тобой и этим стихом существует незаполненный объем информации, которые, и слова Бога, они должны попасть туда и запомнить. Поэтому, когда я понимаю, еще хочу сказать про память. Память – очень хорошая вещь. У человека создан разум, воля, эмоции, память, телег, воображение. Все эти элементы очень важны для того, чтобы ты жил. И если дьявол вытащит из твоей памяти твою страсть, твою ревность, информацию Духа Святого и откровение, и ты вдруг забудешь, ты улетел. Память – это очень важная вещь. Не забывай всех благих деяний его. Запомни. И следующий есть момент. У тебя должна появиться привычка. Что такое привычка? Зависимая привычка. Есть привычки злые, есть привычки негативные, а есть привычки, которые создают благословение в твоей жизни. Есть такое, да? Кто-то матерится, кто-то матерится с заменителями синтетическими, кто-то… Ну, происходят разные события. Но у кого-то есть привычки вообще? У кого есть привычки? Хоть какие-то. Ем после 12 ночи. Кто-то у кого-то привычка. Кто-то еще что дышит постоянно. У меня привычка, я дышу постоянно. Попробуй не дышать. В туалет. Но это инстинкты, это понятно. Привычка у кого есть? Вот ты сформировал, что ты в определенное время что-то делаешь полезное. У кого-то у тебя есть такая привычка? У кого еще есть привычка? Полезное. Ну, полезное. Полезное, да. Но есть неполезные привычки. Поэтому, смотрите, есть… Смотрите. Привычка, 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 она появляется от формы твоего мышления. Привычка появляется… Привычка – это часть твоего поведения, твоего тела. Но твое поведение начинается через размышление. Ты часто о чем-то думаешь, настолько часто, что ты к этому привыкаешь, и тело начинает, даже тело физически начинает привыкать к той привычке, которую ты думаешь. Вначале приходит мысль, потом приходит поведение. Что вы смеете? Люди хотят сам сказать… Ни у кого не отвлекать. А? Да, просто… Ну, ничего страшного, не отвлекайтесь. Нормально. Так, по поводу привычки. Все нормально? Поэтому получается, мое доверие к Иисусу, моя вера к Иисусу… Ну, а теперь мы подойдем к такому практическому моменту. Я начал себя ловить на том, что моя вера в Иисуса, она не просто вот я верю в Иисуса и потому говорю. Нет, я верю в Иисуса, говорю, и я это что-то делаю. Оно как-то связано, мои слова напрямую. Я вам рассказал, начал говорить о таком упражнении, которое я начал смотреть. Говорю, Иисус, ты внутри меня. Ты вселился в меня. Я люблю тебя. И когда у тебя есть страх Божий, ты можешь говорить с Иисусом очень долго, очень много и очень интересно. Ты и Иисус. Это не молитва. Это ты и Он. Это твой дружеский диалог. Ты просто разговариваешь. В молитве не будьте многословны. Но когда я разговариваю с Иисусом, что о чем хочу, о том и говорю. Это мой Иисус. Я с Ним общаюсь. И никто не может поставить ограничения. Поэтому объем... Чем больше ты зависим от Иисуса, чем больше ты с Ним общаешься, чем больше Он для тебя драгоценный, чем больше ты приводишь с Ним время, тем больше ты хочешь питаться... Он говорит, если ты хочешь быть со мной, тебе нужно кушать мясо. Священное Писание. Пить молоко и кушать мясо. То есть, твое тело должно иметь силу, чтобы даже обнять Иисуса. Духовное тело. Чтобы Ему что-то сказать. Чтобы у тебя была мудрость и так далее. Поэтому мы приходим к такому моменту, что приходит такой момент, привычка. Ты делаешь привычные вещи настолько часто, что в отношении к Иисусу, что Он для тебя становится... Я с Мариной говорил, чем больше ты любишь Иисуса, чем больше ты посвящен, тем больше ты Ему открыт, тем больше Он тебе приходит. Ты думаешь, а что Иисуса так мало? Это тебя мало. Иисуса не может быть мало. Твое открытое сердце, это твое много. Если ты говоришь, если в Священном Писании написано о дарах Духа Святого, о Божьей любви, о исцелениях, о чудесах, о всей его полной теле, я все принимаю. Но если у меня маленькое сердечко, если я боюсь чего-то, эта проблема не моя. Но это не проблема Иисуса, это моя проблема. А Иисус хочет в меня вселиться со всей полнотой и творить большие вещи Божьи. Мы сейчас здесь разрешаем, чтобы Дух Святой через этого Эдика и через кого-то из нас что-то говорил. Но мы сказали, Господь, Ты действуй. Господь, Ты... Мы в теле Твоем. В теле Твоем не может быть беспорядка. И сегодня Иисус говорит, если Ты хочешь выигрывать, тебе нужно иметь привычку быть со мной, говорит Иисус. А приходит дьявол, и он тебе расскажет много разных историй. Иди туда, делай то, думай об этом. Но приходит момент, когда Господь говорит, я хочу тебе, чтобы у тебя была новая привычка. Тогда у тебя появляется привычка. И привычка пребывает в словах Божьих. Теперь смотрите такой момент. Что я имею с того, что я вдруг начинаю применять некоторые упражнения? Я зависим от Иисуса, я Его хочу. Иисус со мной. Мне не нужно в трудной ситуации вдруг вспоминать, Иисус, ты где, ты, где, ты, где? Он... Он... Ну, я настроился настолько на Него, что если какая-то ситуация происходит, мне не нужно Его искать. Я посвятил себя, я посвящен Иисусу настолько, что я больше не... Ну, мне не нужно в трудном обстоятельстве Его искать. Он сразу здесь. И происходит ситуация между каким-то... между мной, Иисусом, если Меня благословляют, это Иисуса благословляет. Если я делаю день рождения себе, это я Иисусу делаю день рождения, там угощать кого-то. Если я что-то делаю и идёт ко Мне, оно идёт ко мне, не Меня благословляют, это Иисуса во Меня благословляет. Если я кому-то что-то делаю, если я в отношении какая-то ситуация, то человек не со мной ругается, он с Иисусом ругается. Когда на меня идет атака, на меня не может идти атака, идет давление на Иисуса, я просто в скафандре смотрю на то, что происходит. Все, что не происходит, если от меня происходит через Иисуса, если ко мне идет, происходит через Иисуса. Но когда я в Иисусе, мне совсем легко. А что происходит, когда я с Иисусом? Я начинаю говорить Его слова, Его слова благословения. По той ситуации, по той ситуации, по той ситуации. Но приходит такой момент, когда Иисус говорит, а давай-ка мы будем уже не просто играть по жизни, это ситуация, это ситуация. А Он говорит, а давай-ка мы будем захватывать, давай-ка мы будем выигрывать, давай-ка мы будем брать по максимуму все благословения, которые Я приготовил для тебя, для твоих родных и для твоего рода. И происходит такой момент, что вот это невидимое, очень тонкое доверие, такое, знаете, я доверяю Иисусу, Он мой Господь. Иисус, я тебя люблю, Иисус, коммаший. Давайте помолимся на языках. Иисус, я прошу Тебя, чтобы сейчас каждый из нас исполнился и был переполнен Твоей славой и Твоим благословением. Я прошу Тебя, Иисус, чтобы плотное помазание, оно просто сейчас действило в каждом из нас. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что сила Твоя, Господь, она Духа Святого, она производит в нас, хотение и действие по Твоему благоволению, что Ты вложил в нас способность доверять Тебе, верить Твоим словам, а значит говорить и провозглашать, быть с Тобой, Иисус. Иисус, я умоляю и прошу Тебя, Иисус, чтобы каждый из нас был влюблен в Тебя, просто обнимал Тебя, любил больше, чем все на свете, чтобы даже все обстоятельства, даже все родные и близкие, чтобы Ты, Иисус, был больше, больше всего на свете, тогда мы ничего не будем терять, а только приобретать. Аминь. Мы подходим к такому некоторому финалу, мы ущем сегодня молиться. Доверие Иисусу должно стать натренированной мыслей формой, зависимостью, привычкой. И веру нужно тренировать. К примеру, простой пример. Если я хорошо подготовился, допустим, к служению, и просто забыл сказать, Иисус, пожалуйста, с нами сегодня, со мной. Я если просто забуду эту фразу, оно может получиться, но я буду себя чувствовать очень дискомфортно. Даже если я хорошо к чему-то подготовился, если я не подключил туда Иисуса, это проблема. Даже если я максимально супер подготовился, все, я чемпион какой-то. Вы заметили, даже футболисты, спортсмены, они выходят на стадион и что-то там крестят, что-то там такое, целуют какие-то свои крестики. Но не важно, это срабатывает, это в какой-то мере срабатывает. Но я сегодня говорю, если ты вышел из дома, и дыхание для тебя привычно, и ты не поблагодарил Иисуса, ну смотри, чтобы не закашлялся через время. Если ты думаешь, что если ты не благодаришь Иисуса за то, что у тебя ребенок здоров, ну значит жди подсказку. Если ты не благодаришь Иисуса, что у тебя есть тело, руки, ноги, братья, сестры, деньги, работа, дом, что муж дышает, что мы... Это проблема. Я сейчас о чем говорю? Что Иисус и я, и мое дыхание. Если я не буду благодарен за даже маленькие вещи, у меня начнутся проблемы. Если я... Моя задача будет... Если я даже... Что происходит? Я, Иисус и служение. Я, Иисус и Кристи. Я, Иисус и каждый из вас. Я не строю отношения. Я решил, что я не строю больше отношения просто напрямую. Я делаю все отношения через Иисуса. Они, во-первых, лучше, они комфортнее, и они продуктивнее. И они правильные. Они не будут причинять никому дискомфорта, она будет приносить только жизнь. Понимаете, о чем я говорю? Если вы любите ребенка больше, чем Иисуса, если ты не благодаришь Иисуса за сына, у тебя будет проблема. Если ты не благодаришь Иисуса за дочь, у тебя будет проблема. Если ты не благодаришь за жену, за мужа, у тебя будет проблема. Когда ты говоришь, я благословляю Иисуса. Иисус, я благословляю тебя в моей семье. Я благословляю тебя в этом. Надо благословлять. Иисусу нужно... Скажешь, Иисус, слушай, Иисус сам раздает благословение. Иисусу нужно твое благословение. Пожалуйста, будь благословением в моем семье. Будь благословением в моем роде. Будь благословением моим детям. Направь Иисуса взгляд на ту сферу, где тебе нужно выиграть. Получается, что я, Иисус и та сфера. Я, Иисус и отношения. Я, Иисус и то, что мне нужно выиграть. Я, Иисус и какая-то проблема. Я на каждую ситуацию могу просто с Иисусом выйти и выиграть. Там есть и мудрость Божия, там есть и откровение, там есть и покой, там есть и благословение. Давайте мы теперь сделаем следующий момент. Допустим, я хочу что-то сделать. Я хочу что-то купить. Что-то купить. Что-то сделать. Я хочу новую работу. Что я должен сделать? У меня есть Иисус. И я просто говорю, Иисус, вот я это вижу так. Я хотел бы это так. Как думаешь ты? А я вот не знаю, как это возможно, но я хочу тебя попросить. И ты в этот момент разговариваешь с ним верой. А без веры Богу угодить невозможно. А это ему угодно. Ты говоришь, а я хочу так. Так возможно? Он говорит, но если ты так веришь, так ли будет для тебя. Ты говоришь, хорошо. А можно я запишу? Конечно, обязательно запиши то, о чем мы с тобой говорили. Потому что память, она должна сформироваться. Записывать, слава Бога, это привычка. Ну, много есть хороших привычек. Потому что когда придет момент, у тебя, знаешь, что такое блокнот? Блокнот – это банк памяти. Когда у тебя будет все забудется, ты пойдешь в банк, и у тебя там будет кредит, не кредит, а твоя сумма, твоя наличность, твой банковский счет, ты можешь взять оттуда. Память о хороших днях. Память о благословении. И тогда ты, использовавшись этой памятью, скажешь, а так, аллилуйя, я забыл, что у меня все хорошо, я забыл про Иисуса. То есть задача дьявола, чтобы нас на биологическом уровне просто отключить, вырубить, не то съел, не там ветер подул, простудился, все, человек сидит, он же не может не думать о Боге, он выключенный вообще. Понимаете? Но у тебя есть память. Почему Священное Писание записано? Чтобы мы могли его прочитать, это же носитель памяти, это носитель информации. А носитель информации, это писано на бумаге, бумага – это как флешка, такая большая бумажная флешка. Хорошо, смотрите, с Иисусом, Иисус маккатобо широко, еще один момент, хочу вам сказать такую вещь. Это очень важно. Мы созданы как душевные, духовно-душевные существа. Разум, воля, эмоции, память, интеллект, воображение, интуиция, способность мыслить, способность говорить и потом действовать. Но все начинается с того момента, когда Бог хочет вложить тебе хотенье и действие по своему благоволению. И Он хочет показать тебе образ. Вера, она всегда получает образ. Почему некоторые из вас получают сны? Почему некоторые из вас получают, из нас получают видения? Какие-то образы. Зачем? Это образ, это готовый материальный предмет, который уже находится в тебе. И воображению нужно сделать с этим образом, что-то надо сделать. Вера, она что? Называет несуществующее, как существующее. Невидимое, как видимое. А откуда оно берет несуществующее, как существующее? Оно берет из образа. Оно берет из воображения. Воображение дано человеку, Богом специально положительным, чтобы человек мог видеть и моделировать образы Божьи, а не образы порнографические, демонические, какие-то критические и так далее, и так далее. Образы Божьи, образы благословений. Если в вашу голову дьявол бросает образ болезни, немощи, то вы можете просто сказать кровью Иисуса, именем Иисуса, я останавливаю это проклятие, я останавливаю эту тьму, я говорю, Господь, в моей голове красивые образы, правильные образы, образы здоровья. Если ты вдруг случайно, бывает, смотришь какой-то там, и тебе какой-то кадр мелькнул, там какую-то делать, какую-то операцию, кому-то что-то отрезать, или какой-то ужасный, он вдруг записался в твоем сознании, вдруг записался в твоей памяти. Если в твоей памяти есть Иисус, и в твоей памяти есть еще демоническая какая-то информация, тебе нужно как-то разбираться, оно не может так, оно все равно потом будет конфликтовать. Поэтому, если ты с Иисусом, ты должен определиться, какой информации ты принадлежишь. К священному писанию, к Богу, хочешь, но хочу вам сказать такой момент, если ты с Иисусом, и ты учишься побеждать с Иисусом, то ты приходишь к такой моменту, что с Иисусом начинаешь получать прибыль. А прибыль, она всегда захватывает. Когда человек чем-то занят, он уже замотивирован, он уже заинтересован. С Иисусом нужно понять, что если с Иисусом ты не получаешь прибыль, тебе будет скучно. Ты должен понимать, что каждый день Иисус меня благословляет. Каждый день я могу иметь с Иисусом очень много. Если я не научился иметь, значит мне надо научиться уметь иметь. И поэтому я говорю, в любых отношениях, сейчас мы будем говорить, любое, то есть Иисус вложил в каждого и наспособность видеть образ с Иисусом, говорить с Иисусом, нет, второй, размышлять с Иисусом, продумывать ситуации с Иисусом, говорить с Иисусом, действовать с Иисусом, благодарить с Иисусом, получать и иметь с Иисусом. Все с Иисусом. Когда ты думаешь, ты думаешь, что я думаю, и эта думалка принадлежит мне одному. Нет. Способность думать, это способность с Иисусом. Все с Иисусом. Без меня не можете делать ничего, даже думать не можете, даже в туалет не сможете пойти, если Иисус вдруг уйдет. Вы представляете, что такое человек? Человек полностью зависим от Иисуса. Все. Твои мозги, твое тело, твои ощущения, твои чувства, твои взгляды, все, о чем ты мечтаешь, все связано с Иисусом. Все с Ним. Или же ты будешь с Ним, или же тебя сожрут. Но тебя не сожрут, потому что ты с Иисусом. Ха! Это мы сожрем их, даже не съедим, мы их просто заколбасим. И уже это настало время, это уже близко, это уже началось, это уже происходит у кого-то. Смотрите, любое, а теперь я буду перечислять, направления, в которых должен, твои отношения с Иисусом должны быть, я их просто обозначу. Ты и Иисус в направлении духовном, душевно-социальном, материальном, физическом, сейчас покажу некоторые направления. Духовное, любое духовное действие, пример. Допустим, я, допустим, говорю, давай мы будем сейчас толковать языки. Если я перед этим не помолюсь Иисусу, это опасное занятие. Маку, боширю, 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 следующий момент. Я говорю сейчас конкретно пророчески, конкретно, вот вещи прямым языком. Пророчество. Если я перед этим не воздал славу Богу и не поставил Иисуса номер один, будь, берегись этого пророчества. Маку, боширю, но если ты в духе, если у тебя все хорошо, ты прокачанный в духе, ты движешься, все хорошо, проблем нет. Но если ты какое-то время был в мире, был в системе этого общения с людьми, но если ты хочешь прикоснуться к божественным вещам, скажи, Господь, сейчас я посвящаю свой дух, душу, телу на пророчество. Я хочу, чтобы ты через меня пророчествовал, и поэтому освети меня и подготовь, и говори через меня, я без тебя ничего не могу. Я просто вам показываю сейчас. Это вот то, что я сейчас попытался, я как-то залез все-таки в ваши мозги, не знаю как. Это опять Иисус. Еще раз, все равно говорю, потому что так забраться в голову, это только Иисус может. И вот смотрите, мы приходим к такому моменту. Молитва исцеления. Допустим, я хочу помолиться, молитва исцеления. Если я не провел с Иисусом, говорю, Иисус, я хочу сейчас молиться, ты можешь? Через меня работает дар исцеления. Я могу помолиться в любой момент, и оно будет исцеляться. Тысячу процентов. Но, Бог мне сказал, если ты хочешь, чтобы у тебя было все в порядке, тебе нужно всегда быть зависимым от меня. Какой бы у тебя дар, тысячу процентов у тебя чудеса, все равно ты зависим от Иисуса. Между мной, я, Иисус, и чудо исцеления. Я, Иисус, и пророческое толкование. Я, Иисус, и служение Богу. Я без Иисуса не делаю ничего. Без меня не можете делать ничего. Но со мной можете сделать несравненно больше, чем вы думаете или мечтаете. Его всемогущество начинает в тебя включаться. И еще один момент. Исцеление, освобождение, все должно войти в посвящение и в зависимости от Иисуса. Любая молитва за любого человека, все происходит в зависимости от всемогущества Иисуса. Ты ничего вообще вот если так взять по большому вот если мы приходим к формуле без Иисуса ты вообще тысячу процентов ничего даже в туалет не пойдешь. Обольешься где-то там, я не знаю, упадешь там. Что угодно может произойти. Потому что без Иисуса только такие приключения происходят. Странные. Но когда с Иисусом у тебя все нормально. Ты все успеваешь. Там хорошо. Там четко. Там еще лучше. Там вообще замечательно. А там еще супер круто. А там свидетельство. Почему? Потому что каждая сфера посвящена Иисусу. Формула о которой я хочу она зайдет в вас. Вы еще сможете это услышать. Но первое ты потом Иисус а потом события. Ты какое-то действие любое потом события. Ты хочешь поговорить с каким-то человеком? Ты Иисус и поговорить с этим человеком. Ты хочешь что-то сделать? решить? Выиграй. Поверить. Ты хочешь верить и победить? Ты Иисус и твой пророческий голос и твои исповедания и твоя молитва ты можешь взять. Я вам скажу так верить очень легко. Это и есть вера. Это и есть тот промежуток. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. но прежде прежде чем я приду от Иисуса соединить соединить меня вот вероисуществление знаний уверенности и видимо я здесь стою я чувствую пробел но тут в этом пробеле должен быть Иисус а Иисус говорит что я уже в священном писании сказал вам что у тебя должно быть что касается дома что касается семьи там уже все сказано ты просто скажешь так Иисус написано там-то там-то и ты уже делаешь речевку Господь ты благословил меня этим ты благословил меня этим как написано священное ты соединяешь свое желание и место священного писания делаешь как скороговорку как речевку как кричалку футбольную Иисус Господь Иисус Господь а я и весь дом и будет служить Господу слава тебе Иисус ну всяких масса я просто сейчас не хочу акцентировать потому что это уже твой процесс если ты хочешь что-то с Иисусом достичь найди место из священного писания прочти его в контексте и вложи вместо из священного писания твое желание и не говори уже Иисусу а просто говори в духовный мир и ангелы и служебные духи обязаны уже работать на тебя тысячи ангелов сотни тысяч ангелов должны работать на тебя если ты их не активируешь у тебя может быть два ангела но тебе их даны более миллиарда ты можешь задействовать огромное количество ангелов но чем больше ты трудишься в духовном мире тем больше ангелов работают и со временем это должно это все материализуется воплотиться любое душевно социальное действие пример твои родители твои дети твои разнообразные типы отношений с людьми всякая коммуникация в любой сфере все виды отношений всякие формулы и тут происходит такая формула я Иисус и мой ребенок я Иисус Иисус и мой муж я Иисус и родители не ты и родители не ты и ребенок а ты Иисус и потом уже все остальное понимаете центр вселенной почему-то твой эгоистический человек поставил тебя на первое место но когда ты с Иисусом ты уже не эгоист ты уже священник ты уже сосуд Божьей славы ты Божье благословение для этой земли дальше к примеру я Иисус и президент так возможно да я Иисус и человек которому даны властные полномочия в любой в любой чиновник любой бюрократ где какие-то бумажки надо взять я Иисус и он мне не нужно ему давать взятку потому что я с Иисусом преодолел все человеческие возможности мне не надо давать взятку потому что с Иисусом это Иисус больше чем взятка он сам располагает все как надо тебе за тебя еще записывать будут понимаете это очень сильные вещи я этим пользуюсь я Иисус и работодатель я Иисус и преподаватель я Иисус и медик в медицинском учреждении у них же все медики я вам говорю что произошло у меня такое ощущение что они 90% медики все заточены на проклятие они произносят проклятие болезней чтобы люди болели вот как будто они вот вот эти вот специально их научили чтобы говорить слова чтобы люди болели такие диагнозы говорят чтобы люди специально болели они не говорят слова исцеления они специально говорят как будто их научили в учебном заведении проклинайте людей они будут болеть вы будете их лечить и вам будут деньги давать Ну, лечить вы поняли, да? Без Иисуса, налечат они. Иди в аптеку, сколько аптек? Каких хочешь? Социальная, такая, блатная, зеленая, желтая. Да, и что там продают? Одно и то же под разными названиями. Не, ну, я не к тому, что... Но существуют хорошие химические формулы, которые реально помогают. Но в основном огромное количество формул, которые просто бесполезны, отрата времени, денег и средств. Поэтому ты, Иисус и медперсонал. Если вдруг ты указался где-то. Ты, Иисус и какой-то хулиган, допустим. Ты, Иисус и какое-то что-то не то. Понимаете? Вот что бы ни произошло, ты, Иисус... Включитесь, я уже подвожу итог. Еще один момент. Ты, Иисус и продавец на привозе. Не надо. Мы сейчас уже уйдем. Ты, Иисус и продавец на привозе. Обвешивают там, да? Тысячу процентов. Ты, Иисус и продавец на привозе. Ты, Иисус и продавец на новом рынке. Ты, Иисус и продавец везде, где бы ты не увидел кого-то, чего-то, да? Идем дальше. Ты, Иисус и твое нахождение в общественном транспорте, или где-то, или как-то. Ты, Иисус и ты на улице. Со всем этим окружающим миром. Еще один элемент. Или вы уже все устали, я могу закончить? Ну, хорошо, давай. Любое физическое и материальное действие, пример. Любая цель достижения. Я, Иисус и любая цель достижения. Я, Иисус и любая цель достижения. Что сейчас происходит? Сейчас в ваших сознаниях, я вижу, что вы чуть-чуть подустали. Знаете почему? Потому что мозг работает. Это очень хорошо. Да. Темно, а темно. Да, я знаю, я знаю. Не, он начинает просто, он давно не шевелился как надо в этом духовном направлении. Там... Хорошо, идем дальше. Любая материальная вещь. Ты, Иисус и материальная вещь. Такое возможно? Ты хочешь там это, ты хочешь там то. Еще одно направление. Любая... Ты, Иисус и любая недвижимость. Это возможно? Но нужно это развивать, развивать. Вера должна... Что происходит? Каждый день ты развиваешь эту способность. О чем я говорю? Ты, Иисус и это. Ты, Иисус и то. Ты, Иисус... Ты не можешь уже... Если ты вдруг чувствуешь что-то не так, поблагодарить. Всегда есть за что Иисуса поблагодарить. Всегда есть за что Иисусу поклониться. Иисус я и мое дыхание. Иисус я и моя жизнь. Иисус я и моя судьба. Куча таких вещей, за что можно, куда можно Иисуса запустить. Пусть он там славой Божией своей делать, что он хочет. Дальше. Иисус и транспортное средство. Ты, Иисус и транспортное средство. Если ты и транспортное средство, это слишком долго ты будешь зарабатывать. Ты, Иисус и недвижимость. Ты без Иисуса... Иисус и недвижимость. Я вам сделал формулу. Я просто посчитал, что ты просто не успеваешь заработать. Но жизнь, она уже пройдет. Вы понимаете, да? Дальше. Но если есть ты, Иисус... Что это смешно? Потому что все так и есть. Ну, хорошо. Дальше. Ты, Иисус и всякие аксессуары. Эксеры, да? Всякие эти... Ну, кто знает, о чем я говорю. Дальше. Ты, Иисус и твоя одежда. Вы понимаете, что я... Сейчас происходит вообще... Ты, Иисус и твои кроссовки. Ты, Иисус и твоя обувь. Ты, Иисус и твоя еда. Что классно? Ты, Иисус и клубника, и варенье, и печенье, и мороженое. Дальше. Ты, Иисус и самая лучшая работа. Ты, Иисус и всякое обеспечение и так далее. То есть, фактически формула... А? Все вместе. То, да? Фактически формула, она звучит очень просто. Я, Иисус. Я и Иисус. И любая недвижимость. Я и Иисус. Все. И твое здоровье. Я и Иисус. И как будто бы, в кавычках, у меня есть неспасенные родственники. Они спасенные. Просто сейчас нужно подключить к ним божественную формулу. Это нужно... Этим надо жить. Еще раз скажу. Там нужна память. Помнить об этом. Не забывать. Это нужно посвящение. Это нужно страх Божий. Короче, любить Иисуса, но так посвящаться Ему, чтобы... Чем больше ты хочешь, чтобы Он тебя любил, тем больше открывайся Ему, чтобы Его любить. Я заметил, что ты проводишь с человеком время. Чем больше ты проводишь время с тем, с кем, кого ты любишь. Мама проводит с ребенком после этого времени. Почему? Потому что она Его любит. И так далее. То же самое с Иисусом. Сколько времени ты проводишь с Иисусом? Вот так ты Его любишь. Значит, надо находить какие-то промежутки. Где ты едешь, выключи мозги, выключи этот телевизор, который дьявол тебе включил. Едешь где-то куда-то. Включись на Иисуса. Разговаривай с Иисусом. Чем больше ты будешь подключен к Иисусу, тем больше тебе будет хотеться. Ты откроешься для Иисуса так, что чудеса просто начнут... Как я говорю, не добровольно принудительно, а чудеса будут принудительно приходить в твою жизнь. Вот просто ты уже... Они просто Иисусу так надо. Он знает, что ты Его любишь. Он даже с тобой не советуется, как тебя благословить. Потому что ты уже ушел к Нему так глубоко, что Он знает, что дьявол не даст тебе проходу нигде. Но из-за того, что ты с Ним, это и есть благословение. Вот это и есть нормальное, здоровое, адекватное христианство. Я, Иисус, и мы сейчас на всех пойдем. Пойдем, пойдем и начинаем действовать. И сейчас у нас будет молитва. Еще есть моменты сейчас. Иисус, я и лучшая дезда. Иисус, я и сверхъестественное обеспечение и прибыль. Иисус, я и любые чудеса. Вернее, я и Иисус, и любые чудеса. Я Иисуса опять поставил. Иисус говорит, нет, ты на первом месте. Потому что Иисус видит меня, как точку опоры. Иисус через меня действует на внешний мир. То есть, я сокрыт в Нем, Он во мне. И вот тут включается этот секрет Божий. Теперь у нас итог. Как ваши дела? Не соскучились? Иисусу я и деньги. Я Иисус и деньги. Я Иисус и недвижимость. Я Иисус... Это интересная вообще тема вообще. Как так? Уху! Я говорю, две недели я вот хожу под этим наркотическим состоянием, этих откровений. Это вообще, это очень-очень сильное. Это вообще очень хорошая вещь. Итог. Моя сила и влиятельность именно в полной зависимости от Иисуса. Твоя сила и влиятельность от полной зависимости от Иисуса. Кроме Иисуса вообще больше, круче нет, лучше нет никого. Иисус единственный в теле. И мы через Иисуса, из Иисуса познаем и Отца, и Духа Святого. Когда ты с Иисусом, Отец Небесный не страдает от отверженности и невнимания. И Дух Святой тоже не страдает. Потому что, когда ты с Иисусом, и Отец знает, когда тебе слово сказать. Потому что ты с Иисусом. И Дух Святой придет, когда надо, и разгонит тебя до правильной скорости, чтобы ты двигался правильно и четко. Ну, я хотел сказать пендаль. Да я вообще счастлив. Если Дух Святой дает пендаль, это, наверное, самое лучшее благословение. Потому что не дай Бог оттуда пойдет пендаль. А пендаль от Духа Святого, это вообще еще и благословение. Говорит, ты сынок у меня крутой, ну, долбать, полетели. Ну, такой, поехали. Дальше. Мое доверие к Иисусу, моя вера в слова Иисуса Священного Писания, и у меня привычка доверять Иисусу и верить словам Иисуса. То есть, что такое привычка? Привычка, это когда я настолько, мне хорошо с Иисусом, это происходило так часто и систематически, что я уже, во мне начала даже вырабатываться химия в мой организм. Я стал зависимым. Что такое зависимость? Это когда ты постоянно что-то делаешь, и в организме вырабатывается химия, организм к этой химии привыкает. Все химзависимо. Любая привычка – это химзависимо. Куда бы ты ни посмотрел, кто постоянно делает одно и то же, они уже смотрят по сцену футбола, он уже зависим от него. Смотрит, какую-то грязь, он зависим от него. Кто-то скандалит постоянно, у них зависимость от скандалов постоянно, они уже не могут без этого, потому что вырабатывается химия в организме и так далее. Поэтому, когда ты с Иисусом очень часто и много, ты уже становишься зависимым. Эта зависимость уже делает вокруг тебя такую атмосферу славы Божьей, страха Божьего. И когда что-то вдруг хочет с тобой произойти, ты говоришь, Иисус, с таким крупнокалиберным пулеметом, где цель, кого достичь, кого победить, понимаешь, да? Ты уже просто говоришь слова Бога во имя Иисуса. Аллилуйя. Дальше. Мой успех и сила в зависимости от Иисуса. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Моя, еще раз читаю. Мой успех и сила в зависимости от Иисуса. Твой успех стабильный, настоящий, не вот такой вот успех, поняли, да? А стабильный. Если Бог тебя проведет в долину смертной тени, то только для того, чтобы там плотина прорвала и наполнила благословение. Все долины, они должны быть заполнены благословением, водичкой. Плотина же стала. Ты пошел, шел, шел, хоп, должен уже поплыть на своей яхте, а тут воды нет. Ну, что-то там не заметил от Иисуса. Ты помолился, так чуть-чуть, как бы показалось печально. Плотина, и тебя залило благословением, и ты на кораблике переплыл, как это, как Израиль перешел Черное море, да? Ну, ты на хорошей яхте вот перешел с Иисусом. Иисус спит в водке, да? А ты наслаждаешься с Ним. Так, следующий момент. Между мной и событием Иисус, Иисус и я, мы достигли самого лучшего рекордного результата. Не я и Иисус, а мы с Иисусом достигли самого мощного рекордного результата. И то, что я сказал вам, формула успеха. Я плюс Иисус равно благословению. Понимаете? Формула успеха, она очень простая, она гениальная, она, вы ее знаете, она очень легкая, она легко запоминается, вам даже не надо об этом, сильно, но вы сможете это, наверное, прослушать, если запишется в очередной раз. Вот, пишется. Хорошо. Мы можем помолиться сейчас молитвой. Вы повторите за мной. Итоговая молитва. Кто против, кто за. Вы держались в один ногах. Мы устанем на ноги? Чтоб не заснуть вообще. Аллилуйя. У нас сегодня поход на полевое собрание. Быстренько забежали, нам открыли, красным накрыли. Так а зачем накрывать? Щипок, а? Зачем накрывать? Да. Я тоже, но зачем накрывать? Чтобы не отвлекаться. Чтобы не отвлекаться. Вообще, ничего нас не отвлекает. Вообще, ничего не отвлекает. Да, Игорь, давай помолимся, а то там это, ты Иисус и платьечко. Да. А потом ты платишь. Ага, все, поехали. Молимся. Я сам буду тоже за себя молиться, но вы и сами для себя молитесь. Хорошо? Мы сейчас молимся то, о чем мы говорили. Дорогой Иисус, прости за неверие и страх. С этого момента я прошу быть в полной зависимости от доверия и веры в Твои слова. Моя воля посвящена Твоим словам, Иисус, и Священному Писанию. Между любым человеком и всем, что на моем пути, Ты, Иисус, Господь, Господь всего в моей жизни. Еще раз читаю. Между любым человеком и все, что на моем пути. Ты, Иисус, Господь. Все во всем в моей жизни. Я и Ты, Иисус. Все под нашим влиянием. Все под Твоим влиянием слов через меня. Или звучит так. Все под Твоим влиянием, Иисус. И Твоих слов через меня. Аминь. Вера моя в Тебя, Иисус, спасла меня. Слова Твои исцелили меня. Слова Твоей, Иисус, благословили меня. Благословили меня всем. Слова Твои, Иисус, прославили меня. Слова Твои, Иисус, исполнили волю Твою в моей жизни. Я доверяю Тебе, Иисус. Я верю Твоим, Иисус, словам и Твоему священному писанию. Я люблю Тебя, Иисус.